Министерство образования пока не планирует переходить на дистанционное образование в школах Беларуси. Посещаемость учреждения образования в целом, несмотря на общий рост коронавирусной инфекции по стране, высокая. Ситуация на ежедневном контроле в каждом регионе. Посещаемость сегодня по учреждениям общего среднего образования более 85%. Есть отдельные регионы, отдельные учреждения образования, где происходят определенные всплески заболеваемости. Вместе с тем это все находится в пределах до 30%. Поэтому никаких карантинных мер у нас не принимается. Областной показатель 85% сохраняется в среднем и по учреждениям образования Новополоцка. В отдельных школах, например, во второй, сегодня ситуацию оценивают как стабильную. Пропуски занятий по болезни идут на спад. Способствуют стабилизации ситуации меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Использование масок носит рекомендательный характер. К обязательным мерам относятся обработка рук, социальное дистанцирование, разделение потоков в школьных столовых и других местах общего пользования. На данный момент в школе обучается 540 учащихся. Из них 10,7% не присутствует сегодня на занятиях. 3,3% у нас находятся на самоизоляции. Из взрослых, из педагогов и тех персонала 12,5% у нас болеющих, к сожалению. Но в школе принимаются все меры для того, чтобы были созданы условия минимального распространения инфекционных заболеваний. Родители понимают, что меры профилактики принимаются. Поэтому один ребенок у нас хотели родители перевести на индивидуальное обучение в связи с этим. Но мы этого не стали делать. И в принципе это была инициатива родителей, чтобы этого не произошло в конце концов. Вместе с тем система образования Витебщины готова в случае необходимости продолжить обучение школьников в домашних условиях. В Беларуси продолжается работа по созданию единой образовательной онлайн-платформы. К ее наполнению подключили лучших педагогов страны. В каждой области доведены классы, предметы, по которым лучшие учителя должны подготовить этот учебный комплекс материалов. На сегодняшний день уже третья, четверть и четвертая у нас готовы и дорабатываются. Поэтому в принципе вся система образования, я думаю, задача такая ставится, что уже с третьей четверти в случае необходимости, подчеркну, может переходить на обучение в удаленном доступе. Образовательная площадка позволит аккумулировать опыт педагогов со всей страны при разработке видеороликов и тестовых заданий. Онлайн-платформа не окажется лишней в случае отсутствия необходимости в массовом обучении на дому. Уверены эксперты, это хорошая помощь тем ребятам, которые не усвоили тему во время урока. Либо желают повторить пройденный материал.